Друзья, за сколько вы можете собрать кубик Рубика или справиться с другой аналогичной головоломкой? Я вообще ни разу не смог собрать кубик Рубика, а у профессионалов, которые ставят мировые рекорды, счет идет на секунды. И у нас в студии один из энтузиастов этого дела чемпион Эстонии по собиранию с Кьюба Давид Нугис. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну раз ты чемпион Эстонии, значит у нас реально проводятся соревнования, чемпионаты, все по-взрослому, все серьезно? Конечно. Каждый месяц хотя бы одни соревнования в Эстонии проходят. А ну чемпионат, наверное, раз в год? Чемпионат раз в год. И когда последний проводился? Ну вот мы проводим ее обычно в сентябре где-то, в начале сентября. То есть ты сейчас действующий чемпион Эстонии по собиранию с Кьюба. Давай объясним, что такое с Кьюб. Вот я держу в руках. Это не совсем кубик Рубика, но нечто похожее. Тоже механическая головоломка. Видно, что тут немножко отличаются грани, да? Да. А собирать с Кьюб проще, чем кубик Рубика? Проще. То есть если собирают обычный кубик за 20 секунд, то этот собирается за 5. За 5. Как ты вообще начал заниматься этим? Как ты к этому пришел? Все дети, в принципе, играют в подобные игры, любят собирать головоломки, но у них не так хорошо получается, как у тебя. Ну, у меня нет никакой интересной истории, все очень банально. Увидел в интернете, как кто-то там очень быстро за 5 секунд собирает кубик. Я тоже так захотел. И сам научился собирать. То есть поставил просто вот такую цель, действительно, собирать очень быстро кубик Рубика. Друзья, я сейчас вот перемешал тут грани с Кьюба. Давид, за сколько ты, говоришь, собираешь? Ну, за 5 соберу. За 5? Так. А вот это вот, смотри, подожди, вот этот вот агрегат, это у нас для замерения скорости, да? Да. Как тут работает все? Вот руки надо положить. Руки надо положить. Так. И давайте, я скажу, на счет 3 вы отпускаете. Раз, два, три. И я кладу руки обратно, и мы видим, что здесь... 4 секунды. 4, ну, меньше 5 секунд, да? Вот я покажу в камеру, наверное, видно будет, да? Меньше 5 секунд ушло у Давида на то, чтобы... Ну, тут еще, опять же, скорость моей реакции, может быть, немножко подкачала. На самом деле, он еще быстрее это мог сделать. А сколько кубик Рубика сложнее и дольше собирать? Ну, вот его за 20 соберу. Ну, попробуем. Давай попробуем. Клади руки. Давайте, размешаю чуть больше. Размешаю. А скажи, вот, зависит, можно ли размешать так, то есть создать при размешивании такую комбинацию, что будет сложнее собрать? Есть ли вообще какие-то правила, по которым нужно вот размешать? Ну, есть вообще специальный, называется, язык размешивания, то есть по ним вот на соревнованиях и размешивают кубики, чтобы у всех был как бы одинаковый, одинаково размешан кубик, чтобы у всех были одинаковые шансы. Но вот сейчас вот так, взглянув на кубик, ты понимаешь, что он как... Насколько сложно он или просто размешан сейчас? Ну, я не могу это сказать, то есть я настолько хорошо еще просчитывать не умею. Ага. Хорошо, посмотрим, за сколько у тебя пойдет. Так, я кладу руки, когда я поднимаю, ты начинаешь собирать, а тебе нужно какое-то время, чтобы прикинуть, уже ты в уме понимаешь, какую комбинацию. Логику перемещения это. То есть у меня вот в голове такой кубик свой, и вот я уже посмотрю этот, переношу его сюда, там его уже мысленно собираю, и потом только сделаю здесь. Ничего себе. Ну, давайте, давайте. Итак, на старт, внимание, марш! На этот раз постараюсь руки быстрее назад положить, чтобы не терять драгоценные доли секунды. Прошло 14 секунд. Смотри, кака. Опа! 18,129 секунды результат Давида в этот раз. Отлично. Вот кубик, мы видим, что у него грани тоже специально сделаны, то есть они легче ходят. А если вот взять обычный вот такой вот классический кубик Рубика, да, как на нашем экране вот слева, зеленый. Как в нашем детстве. Да, а он-то, наверное, там, ну, сложнее ходят грани, и дольше пойдет времени на то, чтобы собрать. Это, это, это да, грани не так быстро крутятся, но вообще больше играет роль то, как, насколько ты быстро, типа, умеешь собирать кубик, а кручение это уже, типа, потом подойдет. Как ты тренируешься, если у тебя вообще тренер? Ведь можно сказать, что это и определенный вид спорта. Ну, вообще, это вот можно самому очень легко научиться, просто через интернет. Это очень много материала есть на эту тему, и можно научиться собирать там за 10, за 5 секунд вот через интернет. То есть ты, в принципе, собаучка. Открыл интернет, изучил, что называется матчасть, и теперь умеешь за буквально несколько секунд собирать такие сложные вещи. Да. Мировой рекорд, а меряется там, скажем, среднее время из пяти попыток, в 2007 году поляк установил, и он составляет 2,03 секунды. А какие результаты в Эстонии показывают? В Эстонии сейчас рекорд по одной попытке составляет 7,5 секунд, а среднее время составляет 9 секунд. Ну, это нереально вообще, конечно, какие-то времена, ну, 7, 9, еще там можно что-то сделать за 2 секунды. Но ведь помимо кубика Рубика еще существуют другие механические головоломки, например, вот такие пирамидки, их тоже собирают, да? Да. А можно ли сказать, что есть какая-то особенность? Или вот человек, который хорошо собирает кубик Рубика, он обязательно и в пирамидке будет успешен? Или тут все очень индивидуально? Это как, например, футбол на большом поле и футбол в зале? Ну, вообще, решает то, какую головоломку ты будешь собирать, только ты. То есть то, что тебе больше нравится, то, что тебе больше в кайф, то и нужно собирать. А тебе с кью больше в кайф? Мне вот с кью больше в кайф. А нужно ли, например, заниматься вот разминкой и гимнастикой для пальцев, как у фокусников, для того, чтобы это вот быстро-быстро-быстро перебирать кубик? Ну, мелкая моторика должна быть на уровне, да. Ну, а это приходит со временем, то есть учишь всякие алгоритмы разные, и потом делаешь их медленно, потом быстрее-быстрее, потом они выполняются уже там за секунду, за полсекунды. В день сколько ты занимаешься для того, чтобы не потерять мастерство? Ну, стараюсь уделять этому хотя бы вот полчаса в день. Слушай, вот насчет алгоритмов, да, и комбинаций разных. Я заглянул в Википедию, и там было написано число возможных комбинаций на кубике Рубика с тремя гранями. Я даже не знаю, как прочитать это число, я этого слова не знаю, там столько вот цифр. Триллион? Нет, триллион я знаю, там больше, поверь. Я вот могу назвать это число, это число составляет 43 квинтиллиона. 43 квинтиллиона комбинаций, вау! Ну-ка, пирамидку давай собирай. Вот тебе новое задание. За сколько? Пирамидку вот даже не знаю, я ее как-то особо не тренирую. Не тренируешь? Ну вот, с кюб у нее вот как-то больше всего. Ну хорошо, так. Ну попробуем. Готов? На старт, внимание. Или рано еще? Ну давайте. Поехали. Посмотрим, сколько времени пойдет. Кстати, знаешь, они еще и с закрытыми глазами умеют многие собирать. То есть вот реально человек посмотрел, какие комбинации сложились. Обценил? Ну да. Ну да. Ну да, ведь же говорит, что у него в голове есть проект с этого кубика Рубика, и тогда он уже все просчитывает. Тут еще и память должна быть. Опа! А слушай, даже быстрей, чем с кубиком Рубика, за 17,216 секунды справился. С закрытыми глазами собираешь тоже, да? Ну я собирал один раз на соревнованиях, я научился как-то. Там чуть-чуть другой метод сборки. Ну я собираю не очень быстро. То есть я собираю минут за 5-6. Ну это твое хобби? Или у тебя есть какие-то устремления, скажем, ты бы хотел поехать на мировые соревнования, поставить, может быть, рекорд, который будет занесен в книгу рекордов Гиннеса? Ну, я хочу развиваться в этом спорте дальше. И может в этом году еще, скорее всего, нет, но может в следующем году поехать. Ну тебе всего 13. Это на чемпионат Европы. Ну всего 13. Все впереди. Все впереди, конечно. Ну мы желаем тебе безусловно успеха. Спасибо за этот мастер-класс и интересный рассказ. Будем ждать в следующем году с очередным рекордом. Да, Давид Ногис, чемпион Эстонии по собиранию с Кьюба. Ну и в собирании кубика Рубика он неплох. Спасибо. 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 Продолжение следует... Ну, спасибо. Спасибо. Продолжение следует...